в начале года на конференции научный я сделал доклад по данному вопросу ссылка на него всплывает где-то здесь обязательно посмотреть после написал статью на данную тему и ссылка прямая будет к описанию до данного фильма обязательно почитайте статью и вот прошел год наступила осень уже позднее пора убирать урожай научных исследований и сегодня мне хотелось бы провести обзор ну наиболее значимых мета анализов за 21 год по данной теме то есть тема у нас коронавирус и витамин d стоит ли принимать этот витамин d до будет как-то лучше или будешь болеть умирать госпитализация и так далее времени у нас как всегда мало вперед вперед знание начнем систематического обзора который вышел в январе 21 года что мы видим мы видим здесь только одно какое-то пилотное рк и но пилотное предварительное и так выводы из девяти рассмотренных исследований семьи показали что статус витамина d в крови может определять риск заражения ковид 19 серьезность ковид 19 смертность от ковид 19 поэтому для того чтобы население могло справиться с пандемией рекомендуется поддерживать соответствующий уровень витамина d с помощью добавок или естественных методов например попадание солнечного света на кожу в марте 21 года выходит несколько метаанализов и так первый метаанализ который включил себя исследование только случай контроль и делаются соответствующие выводы этот систематический обзор и метаанализ показали что низкий статус витамина d может быть связан с повышенным риском заражения ковид 19 первые два рандомизированных контролируемых исследования появляются вот как раз в марте 21 года заключение назначение добавок витамина d пациентам с инфекцией ковид 19 по-видимому снижает уровень смертности тяжесть заболевания и уровня воспалительных маркеров в сыворотке крови март месяц по данному вопросу очень плодотворный и выходит один метаанализ 14 когортных исследований и выводы низкий уровень витамина d в сыворотке был связан с инфекцией ковид 19 тяжелым проявлением и смертностью еще один метаанализ вышел в марте также включил 14 когортных исследований и выводы в заключении следует отметить что низкий уровень витамина д сыворотке достоверно связан с более высоким риском заражения ковид 19 июнь месяц 21 года плодотворный по данному вопросу и приносит нам несколько метаанализ и так первый метаанализ 31 когортные исследования хотя имеющиеся на сегодняшний день данные полученные в основном из когортных исследований низкого качества могут рассматриваться как свидетельство тенденции к ассоциации между низким уровнем витамина d в сыворотке крови и показателями здоровья связанными с ковид 19 эта связь не была признана статистически значимой в настоящее время применение высоких доз витамина d у пациентов с ковид 19 не основана на убедительных доказательствах следующий метаанализ включил себя 13 исследований и 3 ирка и были в них в заключении настоящий систематический обзор предполагает что добавление витамина d может быть связано с улучшением клинических исходов с точки зрения госпитализации выделение интенсивной терапии и или смертности особенно пациентов с ковид 19 от умеренной до тяжелой степени тяжести однако вопросы касающиеся подходящей дозы продолжительности и способа введения витамина d остаются без ответа и открывают возможности для дальнейших исследований еще один метаанализ вышел в июне двадцать первого года который включил себя 11 исследований там было одно исследование с открытой с открытым плацебо вы видите это рк и и одно двойное слепое рк и выводы наше исследование позволяет предположить что прием витамина d может оказывать благоприятное воздействие на исходы ковид 19 однако для подтверждения этого вывода необходимы дополнительные рк и плавно перемещаемся в июль двадцать первого года и июль тоже был плодотворный первый метаанализ делает соответствующие выводы снижение уровня витамина d привело к более высокому риску заражения смертности и серьезности инфекции ковид 19 добавку можно рассматривать как профилактическую и лечебную меру да забыл сказать в названии сказано 43 когортных исследований уже вошли в этот метаанализ следующий метаанализ включил себя 30 когортных исследований выводы низкий уровень витамина d в сыворотке статистически значимо связан с риском заражения ковид 19 показан прием витамина d особенно в группах риска дефицита в июле 21 года появляется метаанализ тремя эрка и выводы как практическое значение использования витамина d в сочетании со стандартным лечением по-видимому приносит некоторую пользу пациентам с ковид 19 однако в настоящее время данных недостаточно чтобы поддерживать рутинное использование витамина d для лечения ковид 19 поскольку его эффективность по-видимому зависит от дозировки исходных уровней витамина d и степени тяжести ковид 19 август месяц не так плодотворен по данному вопросу и включил в себя только один метаанализ здесь было пять исследований 2 р к и и выводы витамин d не снизил смертность чистоту госпитализации и потребность в инвазивной вентиляции нет значительных различий с добавлением витамина d в отношении основных исходов связанных со здоровьем приколит 19 для решения этой темы требуется хорошо спланированные рк и октябрь месяц более плодотворный по данному вопросу и подарил нам два интересных обзора первый обзор очень интересный здесь западные коллеги решили включить вообще все что есть вы видите абстракты и книги и анекдоты малына среди на год мы вот вообще все что хотим все найдем да и вот искали искали 39 вот таких различных интересных экзерцисов они включили в свой обзор и так выводы результаты исследований в которых изучалась взаимосвязь между дефицитом витамина d и поступлением в отделение интенсивной терапии легочными осложнениями госпитализации воспаления были противоречивы даже вот представляете вот в таких экзерцисах в заключении хотя исследования были неоднородными по методологическому статистическому подходу большинство из них указали на значительную связь между витамином d инфекции ковид-19 совокупной тяжестью ковид-19 и смертностью что касается инфекции следует проявлять осторожность при интерпретации результатов из-за ограничений присущих исследованию в отношении госпитализации воспаления госпитализации легочного поражения выделение интенсивной терапии доказательства настоящее время противоречивы и недостаточны как я уже сказал в октябре месяце выходит еще один мета-анализ который включил себя один из когортных исследований и 2 р к и выводы текущие данные свидетельствуют о том что дефицит или недостаточность витамина d не были существенно связаны не с восприимчивостью к инфекции ковид-19 или связаны с ней смертностью добавка витамина d существенно не улучшили не клинические исходы у пациентов с ковид-19 и общее качество доказательств по шкале great было низким и они говорят мы не рекомендуем пить добавки витамина д пациентам с ковид-19 и тут было бы можно уже с вами распрощаться но пытливый подписчик канал веселая наука закричит но вы хотите сказать что к охран обойдет такую важную тему ну конечно же нет и мы кохрановский обзор золотой стандарт доказательной медицины оставляем естественно на самый конец мы следовали стандартной кохрановской методологии мы включили 3 р к и по оценке добавок витамина d для людей с ковид-19 независимо от тяжести заболевания возраста пола или этнической принадлежности и пойдем сразу к выводам в настоящее время недостаточно данных для определения пользы или вреда добавок витамина d для лечения ковид-19 доказательства эффективности добавок витамина d для лечения ковид-19 очень сомнительны более того мы нашли лишь ограниченную информацию о безопасности и были обеспокоены последовательностью измерений и регистрации этих результатов наблюдалась значительная клиническая и методологическая неоднородность включенных исследований в основном из-за различий стратегий приема добавок составов статуса участников по витамину d и заявленных результатов и так год прошел но ничего не изменилось я до сих пор удивляюсь тем врачам которые рекомендуют витамин d для профилактики лечений от ковид-19 но задаю вопрос на основании чего да вы рекомендуете данное лекарство данный витамин если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные темы все пока пока и и